Снимаем все. О, Артур Женин, с ума сойти, он будет смотреть наш номер. Умивительно. А ноги будут смеяться, что я это рассказываю. Интересует, как мы начали или... Как я хотел, я не знаю. Ну что, СНГ дальше, ребят? Привет, меня зовут Марина, я с нефтехнологического факультета. Поступила сейчас в магистратуру Дзянова. В основном университете я занимаюсь STEM, танцую. Привет, меня зовут Ридаткина Лера. Я учусь на третьем курсе нефтетехнологического факультета. Меня зовут Саша, я на третьем курсе нефтетехнологического факультета. Занимался 11 лет, ну получается, с первого класса бальными танцами. Привет, меня зовут Макеева Даша, я учусь в магистратуре на втором курсе. Привет, я Егор, с третьего курса нефтетехнологического факультета. Сейчас обучаюсь и танцую тоже. Привет, меня зовут Максим Интерейкин, студент третьего курса нефтетехнологического факультета. Привет, я Дима. Тоже занимался бальными танцами. Меня зовут Арина, студентка электро-технического факультета. Я не занималась танцами до универа, можно сказать, вообще. А тут пришла, и как-то оно на меня само засосало. Вообще я до первого курса не танцевал. Я вот познакомился с другом, он решил позвать меня. Ну, мы оба решили записаться на танцы. Сначала мы в ВОК вообще пробовали танцевать. Вот первый мой танец, было ужасно. Потом вот перешли на контент. Мы нефтянички, а сейчас как-то называют пена. Изначально у нас был танцевальный коллектив с тема нефти. Но дальше, когда мы прошли на РСМ, поняли, что нужно как-то уже расширяться. Ставить себя как самостоятельную единицу в политехе. И у нас началась дилемма. Надо же как-то себя назвать так, чтобы и нам нравилось, и звучно было. И чтобы таких коллективов в принципе не было. Мы трое суток, наверное, просто перебирали все названия. Советовались, как-то обсуждали. Мы понимаем, что есть вот это классное название, но нам так подходит. Мы прям вот про это вот. В интернете находим там 15 штук в Самаре таких и еще 115 в соседнем регионе. Катя Корнева, наша руководительница. Она ставила нам первые номера, а потом сама начала углубляться в хип-хоп. Благодаря ей мы тоже все ушли в этот стиль. Катя лучшая. Я ее обожаю. Я на нее хочу походить, восхищаюсь. Она очень крутая. Она нас даже на расстоянии, когда она была в Самаре, мы были в Ростове. Она каждому пишет, интересуется. Как-то она нас всегда сплочает. О каждом заботится, как мамочка. Мы прошли с регионального этапа на российскую студенческую весну, что нужно готовиться, что это все в сжатые сроки, что нужно людей собирать со всех концов России, потому что у нас один мальчик был на севере, другой был в Крыму. Еще люди по всем городам. То есть на Самаре было буквально 30% коллектива. Нам надо было быстрее всех собрать, быстрее собрать номер. Нам дали наставников-хореографов на это время, чтобы не помогли нам подкорректировать наш номер, сделать его более успешным на конкурсе. Мы ожидали попасть на РСВ. Точнее, Катя очень сильно верила в это. Вообще, мы участвовали в онлайн в студвесне, потому что было же неизвестно, будет ли очный этап. И когда мы участвовали в студвесне онлайн, мы верили в то, что мы что-то займем, но там были какие-то условия, которые стали какими-то непонятными. И по итогу очень мало людей заняли места, хотя мы думали, больше будет. Мы весь август пахали. Ого-го, как! Танец у нас еще с осени прошлой. И получается, что танец, этот мы уже год репетируем, но он изменялся очень много. Как Егор сказал, за короткий срок мы его просто переделывали. И поэтому мало репетировали, если так говорить. С новыми движениями, с новыми музыками. Номер называется «Собрать новое». У человека есть несколько эпостасей, личностей внутри, которые между собой борются. И чтобы собрать цельную личность, нужно все свои грани, можно сказать, сломать и собрать во что-то большое, цельное, новое. Наверное, про это. Мы ломаем рамки и собираем из них одну большую рамку. Личность. Мы очень долго думали, как придумать эту конструкцию. На магнитах, чтобы они были, чтобы они до середины номера, где мы танцуем с полноценными рамками, они не сломались. Какие-то думали, что там зажимы, там фазы и все такое. Остановились на пенопласте. Каждое выступление, можно сказать, нужно заново вырезать эти рамки. То есть покупать пенопласт, их красить в миллион слоев. Это очень муторно, но, получается, оно того стоило. Было все в новинку. Не знаешь, чего именно ждать. Не знаешь, какой уровень ты везешь. Мы же не видели, что привозят на российскую студенческую сну. Я шила на всех штаны. И мы потом с девочками вместе на футболке из остатков ткани наклеивали уже принт с помощью утюга и просто сами делали костюм. Сначала мы нашли музыку, придумали идею. Мы хотели давно поставить парный номер. Наш темп может похвастаться количеством парней танцующих. Такую достоинство нужно показывать. Пришла мысль поставить номер про взаимоотношения пары в течение жизни. То есть в разных ее этапах. В детстве, в юношестве, в зрелом возрасте и уже в старости. Сначала были зрелостью первой версии танца. А потом вот как раз за эту неделю мы стали юностью. Все поменялось резко. Энергетика движения другая, видимо. И хореографы советовали нам поменять пар. То есть пришли хореографы, которые с нами занимались уже как наставники. КРСВ нас готовили. И они сказали, что вот у вас более юная энергетика. Хотя я там одна из старших. Поставили, откатали его по конкурсам, проверили, исправили. И уже, когда подходя к российской студенческой весне, мы поменяли музыку. Нам подсказал хореограф, несколько хореографов, что желательно поменять музыку, чтобы больше раскрыть идею. Мы не пожалели, что доверились профессионалам. Все равно мы понимаем, какие мы не были там суперзвезды, крутые, еще знающие, все видящие. Есть профессионалы, которые точно могут подсказать, как в данной ситуации самодеятельному коллективу сделать лучше. Лера очень вдохновляет нас, что ли. Ну, видно ее стремление к танцу, видно ее настрой, как она все это ставит, танцует. Это круто. Конечно, были переживания, то, что мы можем занять место хуже, ну, третье, или ничего не занять, потому что номер «Руки вверх» мы перед тем, как ехать на Эросвэ, мы гоняли раз 10 на разных сценах. Такая история, то, что там треки, которые знают все, и мы знали то, что нам будут подпевать, поддерживать. Я по тебе скучаю, громче, громче! А здесь немного другой номер. Музыка, ну, там хопчик прям. Мы знали то, что будет пустой зал в Эросвэ, то, что там никто не подпоет, люди будут думать, о, в какой момент нужно покричать или похлопать, то есть мы будем подзывать в пустоту, и это намного тяжелее было. Я прям металла, что я думала, ну, вот этот номер мы только готовили, мы и занимались хореографами, и сами его отрабатывали, и столько в него вкладывали, и физически, и эмоционально, то есть много разговаривали на то, как он должен выглядеть, какую энергетику мы должны дать. Потом смотришь номера, которые показываются на конкурсных днях, и думаешь, с ума сойти, вот эти номера сюда приехали, и тут, ну, мы, ну, не знаю, вроде, ну, только первый раз приехали, наверное, даже не заметят. Но именно в день награждения у меня была мысль о том, что, ну, мы должны что-то занять. До последнего все боялись. Номер сложнее, ожидание, и вообще непонятно, как мы победили в тот раз. Ну, какие критерии? Мы же не знаем, мы же тоже редумали, потому что, как таковой обратной связи нет. Поэтому мы ехали со страхом и с предвкушением. Мы справились. Мы во время номера, когда мы выступали на РСВ, мы просто сами в какие-то моменты мы там танцуем, и мы начинаем орать, со страхом типа «Хей, это слышно очень в зал, но мы так друг друга подбадривали во время выступления, это нам очень помогло. Так, давайте решим, в какой момент мы будем там кричать, эмоции показывать свои. Не договорились, и, может, кто-то чувствовал во время выступления то, что зал пустой, тяжело танцевать, и мы немножко проседали. У нас было немножко все по-разному, потому что девчонкам оплачивала область, нам оплачивал университет. Просто есть у области квота, сколько человек они могут ввести по бюджету области. Получилось так, что с Политех у нас два коллектива прошли, то есть это даже не какие-то отдельные там один-два человека, а именно коллектива. И еще есть ребята там САСГЭУ, СПЕД, СМЕД, другие еще университеты. Очень положили хорошие деньги, мы очень благодарны то, что нам дали вот эту возможность вообще поехать. Все ехали четвертого числа утром, мы ехали третьего. Езжали, мы ездили на поезде и туда, и обратно. Мы ездили на поезде. Дорога очень тяжелая, в автобусе. Так вот сидишь, вообще не двигаешься. Очень хорошо, нам понравилось. Это, конечно, не самолеты всякие, но вот эта атмосфера поезда, вот эти душевные разговоры, ожидания, чуть-чуть-чуть-чуть, и мы всю дорогу 24 часа, мы едем, трясемся в автобусе, и какая-то кочка, и мы аж за сердце, хоть бы наши рамки не сломались, иначе мы уже заранее смотрим, где Леруа Мерлен, что мы бегом пойдем покупать новый пенопласт, и заново это все делать. Мы этого очень боялись, но мы довезли, и слава богу. Мы не переживали, наверное, за них. У нас были рамки пенопластовые, мы обмотали их пленкой, бумагой, и Марины, а Вендуковой мама сама пошла, проверила, чтобы их положили аккуратно, чтобы, если не дай бог, ничего не случилось. Дорога обратно у нас состояла некоторые трудности. Оказывается, в Ростове-на-Дону есть отдельная станция, которую мы не знали, с которой мы уезжали. Мы приехали на вокзал за час до отправления. Спокойно сходили в магазин, повыбирали магнитики там каждый себе. Приходим там заранее на вокзал, и тут нам говорят, а вы не туда приехали, вам вообще в другой конец города. Но если вы сейчас соберетесь быстренько, и мы помчим туда, вы успеете. У нас вот такие шары, просто что происходит, непонятно. Мы приезжаем не туда, у нас отправление через 30-40 минут, уже поезд отчаливает, нам говорят, садитесь в машину, быстрее езжайте. Мы садимся, быстрее езжаем, там обгоняем всех и вся, проезжаем просто все перекрестки, вот там на красные, на зеленые, на синие, на все светофоры. Приезжаем, тащим эти чемоданы с такими глазами. Это было что-то сумасшедшее, только когда в поезд уже сел, понимаешь, что ты все, ты уже уехал с города, что можешь не переживать, что ты останешься навсегда в этом расставе на Дону. Это совсем не скрасило эту поездку, абсолютно. Ой, не скрасило. Не испорчило. Спасибо. Если честно, как по мне, мне вообще, как будто я еду в первый раз снова, с новыми эмоциями. И несмотря на то, что в этом году организация, она была хуже, это все делалось бегом-бегом, никто не знал, что весна будет. Несмотря на это, все равно мне очень понравилось, может, даже больше, чем в том году. И я хочу еще. Мне мало. Мы, на самом деле, очень расстроились, когда узнали, что мы будем жить в общежитии. Мы смотрели перечень мест, где будут размещаться приезжие. И все, были отели. И одно. По-моему, было общежитие, насколько я знаю. Но когда мы увидели общежитие, это, конечно, мне кажется, это лучшее, самое большое впечатление, неожиданное. Что-что, а вот место, где мы жили, чтобы оно было таким хорошим. Все оплачивается, проживание, дорога. Плюс к этому на ИРОСВ бесплатно нам предлагают всякие экскурсии, много всяких приколюх, либо скидок. Большинство номеров это народные танцы и современная хореография. И, я так понимаю, там сложно занять лауреатство. А вот, например, в этом году уличных направлений было не так много. И вообще, посмотрите, сколько всего там показывают, там все по-другому у всех в универах, разные номера, направления, много всего для себя. Можно взять, вдохновиться и делать новые номера. Мы стоим, и выступают 24-е, начинают 25-е, прибегает какой-то молодой человек, организатор, и говорит, что сейчас будет 20-минутный перерыв. Тут начинают организаторы еще между собой ругаться, кричать. Мы в этом всем находимся, мы не понимаем, что происходит. Это очень сильно сбило в какой-то момент. Но потом мы такие, так, нет, все, стоп. Такие обнялись, выдохнули, вдохнули вместе. И в итоге нас спустили за сцену. Мы попросили, хотя они спрашивали, то есть нам пускать 26-й номер или не пускать? Что нам с ними делать? Мы такие, пускать, пожалуйста. Мы лучше там постоим. И в итоге мы зашли, и никакого перерыва не было, мы станцевали, и все было хорошо. Но вот этот, момент прям очень сбил. Страшно было. Не знаю, я прям не чувствую волнения даже. Нет. От Лера до этого номера ночью настроила прям, я какой-то, в другом месте, можно сказать, был. Там выкинул все свои эмоции, положил, аккуратно сохранил их. И уже на сцене, можно сказать, отдал полностью. Так, мы только выступили, первые эмоции. Руки трясутся, но я снимаю скачь. Мало! Это больше драйв! Мы все довольны, спасибо вам за поддержку, за все эмоции, которые вы нам давали через экран. Всех вас любим, обнимаем. За сценой стоишь, тебе говорят, скорее всего, будет перерыв, а ты уже все настроен, у тебя это все распадается. Убивает, ты такой в Валтик вон-то находишься. Но потом мы как-то опять все вместе собрались, уже вышли на сцену, показали, что мы можем, и вот третье место. Я думала, что если бы мы руки вверх там севали перед пустым залом, было бы сложнее. Мне кажется, много говорю, слишком много. На самом деле, никто не ожидает, пойдешь ли ты на закрытие или нет. Но вот, когда мы ехали обратно, мы уже с нашего выступления, которое конкурсное было, не само закрытие, мы едем, тут звонок Лере, вы попали. И мы как-то сидим такие, ну, куда попали, что попали. И только потом ты понимаешь, что мы на закрытии, это очень круто. Как почет. Да, какой-то почет. Можно сказать, уже победили в каком-то плане. Не просто съездили, но и лауреат заняли, и выступили в финале. То есть, как уже, можно сказать, выступили на сцену. Постановщик, вот именно самого закрытия, ей очень понравился наш номер. Вот, она подходила к Диме, потому что он был, ну, он играл старость, она к нему подходила, говорит, а это ты, да, играешь старость? Я так же хочу, чтобы меня старости носили на руках. Вот так вот на меня смотрели, я уже прожила три этапа своей жизни, и вот на четвертом хочется вот так вот. Спасибо, Саня. Да. Мы выступали в первый день, и там были в основном народники, мы с этого офигели. Вроде один современный, и вот мы. Ну, не знаю, там были даже члены жюри, которые вообще в уличных не понимают. Когда начались танцы, просто, не знаю, и в тот раз я не плакала, в этот раз я плакала, все плакали. Я в шоке, не знаю, что сыграло. Наверное, наверное, все больше и больше, когда проходишь вместе, уже есть ради чего. Не так сложно занять, наверное, лауреатство, как попасть на весну. И если вы туда поедете, то вообще знакомьтесь со всеми людьми творческими, которые туда приехали, не только из Самары, и со всяких других районов дальних. Мы едем как раз только с нашего выступления в день, и звонят Лере, и говорят, что вот, нас отобрали на закрытие, чтобы танцевать. У нас вообще опять эмоции, адреналины, мы не понимаем даже, что это значит, то, что мы первый раз, но при этом понимаем, что это круто, радуемся. И мы как раз репетировали закрытие в этот день, ну, в последний, то есть мы выступали вечером в закрытии, а до этого было награждение. И мы, получается, были все вместе, как раз командой ходили там, пока кушали тоже с этой прямой трансляцией награждения, смотрели, когда же, когда же. И мы уже были как раз на Ростов-арене, были уже последние там репетиции перед закрытием, смотрели трансляцию, а эмоции, это есть видео, когда мы услышали, что мы заняли это долгожданное третье место. То, что мы едем туда, это уже победа. И вот я так себя настроил, то, что надо просто кайфануть, отдохнуть. Ну, на закрытии мы танцевали не под свою музыку, мы уже привыкли к этому, что у нас музыка меняется каждый раз. Мы танцевали под инструментал. С вокалом. Был вокальный номер. Он такой вокально-инструментальный, как я видел. Наш танец ложится на любую мелодию после переделки. Было, конечно, неожиданно, что мы будем выступать под вокал и инструментал, потому что мы думали, что мы будем танцать под свою музыку, и вот в само день закрытия нам говорят, ребята, вы танцуете не под свою музыку. Мы чуть расстроились, но потом обрадовались, когда смотрели трансляцию, что мы заняли третье место, и уже как-то стало на все. Пофиг на самом деле. Мы пошли просто узнать, все ли в порядке, типа, правильно ли вы нас записали, с музыкой ли все хорошо, и нам говорят, а вы вообще-то через два часа выступаете. Мы в шоке, мы все бегом собираемся, типа, все без паники, так, типа, вызываем такси, едем в общагу, быстро все красимся, прически, и тут у нас проблема. Нам ехать с этими нашими огромными рамками, ни одно такси их не берет. Мы заказывали даже вроде ларгус, типа, ничего не нашли, а до выступления, мне кажется, ну, до начала нашего блока оставалось полчаса, мне кажется. Нашелся парень около общаги случайно, и он нам помог, и это выглядело так, то, что девочки ехали вот на задних сиденьях по бокам, и вот так вот на крыше держали рамки, но это была безвыходная ситуация, мы просто выкручивались как могли, и так мы их довезли, слава богу. Нам должны вернуть часть денег, я не знаю, должны, не должны. У меня началась сергия, наверное, на третий день, когда мы там, в пребывании, слава богу, это случилось после выступления, потому что с каждым днем становилось все хуже. Предвыездом в Самару мне девочка, мы жили с девочкой из Меда в комнате, она мне делала укол софрастина, чтобы мне не разнесло в дороге еще больше, но было еще из-за этого тяжело добираться обратно. Морально сложно, даже, ну, физически понятно, но уже там не понимаешь, что и как происходит, но морально было сложно именно то, что вот каждый день мы репали, репали, собирались, и прям еще работали одновременно с этим кто-то у нас и было очень, конечно, сложно, но потом понимаешь, что это все стоило того, потому что это очень круто, и даже посмотрев на тот уровень, который был там, потому что современная хореография всегда очень представлена сильными танцовщиками, потому что приезжают театры всякие современные, ну, из других городов, которые занимаются с самого детства, и ты смотришь на них, восхищаешься, это очень круто было, и заряжаешься вот этим профессионализмом их, и в принципе, на самом деле, я вообще не ожидала, что мы что-то займем, если честно говорить, потому что реально понимала, что очень высокий уровень именно современного танца. Что не хватило, но мы были на обратной связи, и нам сказали, что концепция номера понравилась, это Лиза Дружинина как раз сестра Егор Дружинина. Она сказала, что концепция ей понравилась номера, но она бы, то есть, усложнила лексику. Мы так хотели попасть на награждение уже в этом году, в том году была Катя, она, ну, забирала награду, а в этом году ее не было, и мы так все хотели попасть, и мы вытащили жребий, поэтому пошла Ксюша. И просто, знаешь, такой, какой у тебя степень, первая, не первая, такая, вроде первая. Нужно именно развиваться в технике современного танца, это что касается нашего направления. Только в этом плане, но это всегда нужно развиваться всем. Поэтому не только нам. эмоционально мы показали класс. Да, эмоционально мы сделали все, что могли и рассказали историю. Я думаю, что нету какого-то рецепта, как попасть на РСВ. Наверное, надо просто заниматься тем, что любишь. Любить то, что ты делаешь и делать то, что любишь. Мы делаем то, что любим, и любим то, что делаем. Раскачиваем полные залы своими простыми темами, наплевав на порядки каноны, моды и стиля. Одна баланка, три микрофона, три МС.